Красивый, облагороженный, чистый. Таким видновчане хотят видеть свой город. Но события, которые произошли два месяца назад, идут в разрез с вышесказанным. С контейнерных площадок прекратили вывозить мусор. Улица Ольховая, Березовый лес, а рядом образовалась импровизированная свалка. Отсюда до сих пор никто и не думает вывозить отходы. Последний где-то, наверное, месяц мы стали замечать, что перестали вывозить мусор. Хорошо, что сейчас холодной погоды и запаха нет. Хотя, близко подходя к этой массе мусора, можно ощутить не очень приятные запахи. Это, в первую очередь, разносчик инфекции. Вы просто представить себе не можете в темное время, в сумерках и рано утром, какое количество крыс отсюда выходит. Местные жители обращаются в свою управляющую компанию, но те утверждают, что этот мусор должен вывозить город. А тем временем загрязняется лес, который мы, видновчане, убираем на субботниках. Вот такой парадокс. Такая картина не только на улице Ольховы. И это в то время, когда на территории Ленинского района начала работать новая мусоровывозящая компания. До 24 ноября она обещала ликвидировать мусорный коллапс. Но по примеру улицы Новонагорной мы видим, что этого не произошло. Уже месяц, мы уже не знаем, куда стучаться, куда обращаться. Вот такое безобразие. Ощущение такое, что вот эта улица, она как аппендикс. Никому особо ничего не надо. Обратившись за комментарием к представителям администрации, выяснилось, в срок до 24 ноября новая мусоровывозящая компания должна была ликвидировать мусорный коллапс на организованных контейнерных площадках у многоквартирных домов. А завалы, к примеру, на Ольховой к таковым не относятся. Сейчас идет очень активная работа по наведению порядка именно в частном секторе и на площадках, организованных вне многоквартирных домов. Это одна из них, это Ольховая 2. Здесь потребуется, ну, я думаю, что по оптимистичным прикидкам недели 2 для выхода на полный график и ежедневный вывоз и чистой площадки. Жителям же улицы Новонагорная повезло больше. Их свалку должны убрать в ближайшие дни. Эта площадка тоже убирается городом и она будет в течение одного, максимум двух дней вычищена. Как говорится, надежда умирает последней. Мы ждем, чтобы город-сад прекратил тонуть в мусоре. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.